Привет, друзья! Сегодня я покажу вам, как сделать вот такую твердую обложку для блокнота, у которого ее нет. На самом деле, мне подруга подарила таких несколько. У одного из них вот такой вот корешок, да, с одной стороны есть, а с другой стороны верхней части нет. Кстати, довольно-таки хороший блокнот с бумагой для акриловых красок. А вот этот вот внутри прям как к настоящему лески. Он внутри вот такой вот точечный, интересный. Я его уже оформила и пользовалась им уже где-то месяц-полтора, пока мне не надоело то, что он без обложки. И вот в сегодняшнем видео покажу, как сделать вот эту вот обложечку. Что нам понадобится для оформления этого блокнота? Старый добрый блокнот, который будет нам нужен для того, чтобы измерить все его стороны и не ошибиться в параметрах. У меня корешок довольно хороший, плотный. Линейки, карандаши, набор бумаги для скраббукинга, бумага А3 формата, которая будет служить нам основой для твердой обложки или переплетный картон. Зависит от того, что мы захотим использовать. И давайте посмотрим же, что делать. Давайте приступим. Для начала с помощью ежедневника нам нужно будет нарисовать обычный прямоугольник. С помощью моего блокнота я разметила с помощью точек на всех четырех углах с каждой стороны точки, которые потом буду с помощью линейки рисовать уже. Сначала делаем одну сторону, потом корешок и уже потом только вторую сторону. В общем, у нас должно получиться по три треугольника. Если вы делать это будете с помощью переплетного картона, треугольники должны будете расставить буквально друг от друга на 3-5 мм, не больше. Но если вы делаете это так же, как и я на обычной бумаге формата А3, у меня она 180 грамм, то я просто нарисовала прямоугольник с учетом вот этих вот сторон. И потом уже прорисовывала отдельно каждый прямоугольничек с каждой стороны. Сначала один общий прямоугольник, а потом прочертила корешочек. Может не совсем аккуратно, у меня там где-то на 1-2 мм была погрешность. Отступив от края моего основного прямоугольника по 1,5-2 см, я прорисовала дополнительные углы. Сначала с одной стороны, потом прорисовав еще корешки, с помощью которых и буду приклеивать основу обложки к ежедневнику. Все лишнее вырезаем, откладываем в сторону и приступаем к третьему этапу работы. С помощью линейки или, например, тупых ножниц или не пишущей ручки, в моем случае я использовала также ланцет, я продавила эти стороны, которые должны будут загибаться внутрь и приклеиваться с внутренней стороны. Прорисовала с помощью бумаги для скрабукинга. Я его купила в канцелярском магазине у нас в Ереване и долго думала, какой сделать, пока не примерила на вскидку с блокнотом в руках и не смогла определить. Определившись с помощью подложки, рисуем схему для будущего вырезания. И вырезаем. И тут я случайно обнаруживаю, что она у меня односторонняя. И как назло, разметку я сделала с лицевой стороны. Конечно, потом пришлось это аккуратно стереть, но все равно свой эффект оно оставило. У нас есть два способа приклеить обложку к ежедневнику. Один из них это двухсторонний скотч и второй уже это старый добрый клей момент кристалл. Чтобы не испортить свой черный фон, я под клеющуюся поверхность подложила небольшой целлофан и теперь буду наклеивать на обложку клей момент кристалл. Чтобы все аккуратно проклеилось, в первую очередь нужно будет приклеить к обложке корешок, потому что он основа. Если он будет слабенький и хлюпенький, то ваш издневник очень быстро испортится. Я очень люблю клей момент кристалл. Он приклеивает почти все универсально, намерт. При этом при работе с бумагой совершенно ее не коробит. Обклеиваю обложку. При этом также впоследствии приклеиваю к ней еще по два свободных листа. Сначала и с конца. Таким образом у меня получается довольно-таки плотненькая, хорошая, без покоробленных и без влажности всякой обложка. При проклеивании торчащих ушек я подложила себе в какой-то момент второй блокнот, чтобы все приклеилось довольно ровно. Второй блокнот я подставила, чтобы у меня не фолдила обложка, чтобы приклеивающиеся части ровно клеились к ней и не было никаких зазоров. Аналогичные движения повторяем и на второй стороне обложки. Потом я на всякий случай на него положила тяжелый блокнот к сверху, придавила, чтобы все быстрее приклеилось и не фолдила, и не оказалось внутри никаких пузырьков. Чтобы проверить, точно ли все нормально я приклеила, я открыла несколько раз блокнот, закрыла его, пролистала несколько страниц, свободно ли где-то что-то загибается или ломается. В результате для окончательного оформления я подумала, что можно было бы использовать эту старую игрушку из-под киндер-сюрприза. На самом деле это что-то вроде листа для заметок, и решила я его склеить сверху и снизу. С одной стороны просто, чтобы эта смешная розочка была, а с другой стороны, чтобы было место, куда написать, чей это блокнот. Спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, вы можете им поделиться, поставить лайк, подписаться, чтобы не пропускать новых видео с этого канала. Удачи! Спасибо.